Тема Украина-натовских отношений как-то незаметно ушла в тень на фоне бурных дебатов о так называемом европейском выборе Украины. Между тем, как раз на этом фронте сейчас происходят события, которые трудно расценить иначе, как очень зловещее предзнаменование. О том, что Украина жить не может без соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мы уже достаточно наслышаны. Несколько меньше в общественном сознании присутствует тема отношений Украины с НАТО. После известного скандала с подметным письмом трех заговорщиков с просьбой о срочном приеме Украины в НАТО прошло уже довольно много лет и, казалось, тема навсегда утратила актуальность. Тем более, что в том случае чуть ли не вся Украина встала на дыбы, а ее крупнейшая политическая сила, партия регионов, блокировала парламент и потребовала от партии национальной измены в лице группировки Ющенко-Тимошенко-Яценюка прекратить всякую подпольную деятельность по втягиванию Украины в НАТО. С тех пор в Украине многое изменилось. Антинатовская оппозиция стала правящей партией и многим стало казаться, что вопрос с НАТО окончательно исчерпан. Но, как сейчас выясняется, так только казалось. Настоящим холодным душем для нашей утратившей бдительность общественности стало свежее сообщение информационных агентств. Украинская морская пехота примет участие в учениях вооруженных сил НАТО в Восточной Европе, которые запланированы на ноябрь текущего года. На первый взгляд никакой новости в этом нет. Украина достаточно регулярно принимает участие во всевозможных учениях с участием НАТОвских войск. В том числе и на своей территории. Достаточно вспомнить пресловутый Сибрис. Но все дело в том, что на этот раз это не совсем обычные, а точнее совсем необычные учения. Во-первых, это первые крупные военные маневры, которые блок НАТО проводит на территории государств Восточной Европы, своих новых членов. Во-вторых, данные учения проводятся практически одновременно с крупными учениями России, Белоруссии и других стран Организации договора коллективной безопасности вблизи западных границ Содружества независимых государств. В НАТО по этому поводу не слишком скрывают, что свои учения они проводят именно в качестве реакции на учения стран СНГ. И в-третьих, сценарий НАТОвских учений прямо предполагает военную агрессию против одной из стран Альянса, оккупацию части ее территории и ответные действия блока по отражению этого нападения. То есть, в данном случае нет даже никакой обычной в таких ситуациях политкорректной мимикрии под борьбу с терроризмом или миротворческие операции. И хотя Россия в качестве противника в официальной легенде учений не значится, вполне очевидно, что никакая другая страна в этом регионе даже чисто теоретически не смогла бы напасть на Польшу или ту же Литву. Антироссийский характер НАТОвских маневров настолько очевиден, что даже официальные представители Москвы сочли необходимым обратить на это внимание. В частности, заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что от учений в Steadfast Jazz, которые готовятся проводить НАТО, веет духом холодной войны. Он пояснил, что у российских военных вызвало недоумение заявленная цель этого учения, предполагающего задействовать статью 5 Вашингтонского договора по реагированию на агрессию против Польши. А вот мнение постпреда России при НАТО Александра Грушко. С одной стороны, в политических документах НАТО записано, что Альянс не рассматривает ни одно государство евроатлантического региона в качестве противника. С другой стороны, мы видим, что сценарий этого учения выстроен по канонам холодной войны, предусматривает военное столкновение, частичную оккупацию территории, восстановление территориальной целостности. И где? В регионе Балтии и на территории Польши, где пройдет основная полевая фаза. Итак, НАТО готовится к противостоянию российской военной агрессии и к защите территории стран своих членов. И вот именно в этой, мягко говоря, сомнительной затее принимают участие подразделения вооруженных сил Украины. Это как же надо понимать? Получается, что наши, украинские и русские парни будут отрабатывать совместно с НАТОвцами войну против российских, русских и украинских парней. А ведь такие учения проводятся не просто для того, чтобы согреться. Участники подобных мероприятий, как правило, исходят из общего понимания существующих угроз и способов их отражения. Получается, что Украина вполне разделяет мнение руководства НАТО о том, что потенциальной военной угрозой в Европе является именно Россия. И более того, готова совместно с Североатлантическим альянсом практически отрабатывать способы отражения этой угрозы. Уважаемые телезрители, вам не кажется, что даже во времена правления помянутых выше образцовых НАТОвцев Ющенко, Юценюка и Тимошенко, Украина в своих отношениях с НАТО так далеко не заходила? Лично мне ничего не кажется, потому что это совершенно очевидно. А теперь вспомним еще об одной очень интересной детали. Крупнейшие антироссийские военные маневры НАТО пройдут не когда-нибудь, а аккурат в то же самое время, когда в Вильнюсе соберется саммит ЕС, на котором Украина и некоторые другие постсоветские страны собираются подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Не правда ли знаковое совпадение? А если называть вещи своими именами, то в свете намеченных милитаристских демонстраций НАТО с непосредственным участием в них Украины, создается впечатление, что речь идет не столько о сугубо экономическом соглашении между Киевом и Брюсселем, сколько о куда более широком и глубоком соглашении украинской верхушки с Западом, основной смысл которого даже не в экономическом, а в полном военно-политическом сердечном согласии Украины с Западной Антантой и не с каким-то там аморфным Брюсселем, а непосредственно с НАТО и США, физическим олицетворением которого и станет украинская морская пехота в НАТОвских окопах на российской границе. Занавес опускается. Звучат бурные продолжительные аплодисменты в исполнении Виктора Ющенко, Арсения Яценюка и Юлии Тимошенко. Юрий Селиванов, аналитическая программа «Бэкграунд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова